Более 870 тысяч человек покинули Украину на фоне непрекращающихся боевых действий. Это число предупреждают в ООН, растет в геометрической прогрессии и может преодолеть отметку в миллион в течение нескольких часов. Все новые группы украинских беженцев прибывают в Словакию в течение дня. В основном женщины с детьми и пожилые люди. Судя по тому, что мы видели до сих пор, большинство пересекает границу пешком. Чтобы это сделать, приходится потратить порядка трех часов. Как долго стоят в очереди машины на другой стороне границы, мы не знаем. По имеющейся у нас информации от 10 тысяч до 15 тысяч человек ежедневно въезжают в Словакию с территории Украины через три основных пункта пересечения границы. По эту сторону беженцы получают всю возможную помощь. Офицеры, полиции, военнослужащие и добровольцы обеспечивают людей бесплатной одеждой, едой, медикаментами и жильем. Предоставляется и бесплатный транспорт до Кошица, Братиславы, а также городов, расположенных в других частях Европы. Украинские беженцы сейчас могут обратиться с просьбой о предоставлении им статуса лиц, временно пользующихся защитой. Это означает, что в Словакии они смогут получать медицинскую помощь в местной системе здравоохранения и работать, а дети будут ходить в школу. Если украинцы попросят убежище в официальных центрах для беженцев, они также могут получать карманные деньги, как объявило правительство Словакии. Статус временной защиты будет предоставляться до конца 2022 года, а если понадобится, то и дольше. И если понадобится, то может дольше дольше. Наташа Ковачев, Евро-Ньюз, Словакия, с Украиной.